Домашние заготовки. Ну давай. Делась песня. Про банджо. Свой дебютный альбом мы писали дома. На компьютер у нас дома. И в одной песне, она называется «По дороге», привиделась, прислышалась мне звук банджо. Но у меня не было дома банджо, у меня была только гитара. И мы его сымитировали с Валеркой в четыре руки. Я прижимала слегка струны, получился такой приглушенный перкуссионный звук. А Валерка, собственно, непосредственно и играла. И таким вот образом мы сымитировали звук банджо. Ну, слава богу, что-то Валерку не мучила. Она только гитара. А что по поводу Уренгоя? А по поводу Уренгоя? Случился у нас концерт, нас пригласили в Новый Уренгой. Но у нас накануне... Мне нравится, Валерка будет рассказывать. Сейчас, сейчас, я просто начну. Валерка самая интересная расскажет. Пригласили в Новый Уренгой. Все хорошо, но у нас буквально накануне отказался от нас наш барабанщик. У него просто появились другие планы. Востребуем музыкант, все бывает. Барабанщики тоже будут востребованы, да? Еще как. Хороший барабанщик там уже. Все, все, хорошо, извините. И мы буквально накануне за два дня находим барабанщика, даем ему программу. Но без барабанов, да. За два дня буквально в самолете летим до Уренгоя, он слушает наушники, снимает. Престуру изучает программу. Приезжаем мы в Уренгой с барабанщиком. Так, ты продолжаешь. Парно конференции такой, да. Приезжаем в Уренгой, там есть все для того, чтобы играть под фонограмму, но нет ничего, чтобы играть в живую. А это, потому что вы неправильные гастролеры. Да, это было бы еще не так страшно, если бы нам не потребовалась ударная установка, а ударной установки там просто никак не было. Ладно, все остальное можно было как-то еще включить без комбиков, без каких-то усилителей. Комбики и все такое. Ну, это усилители такие для гитар, бас-гитар. А ударной установки нету, а что же делать человеку? Ему даже барабан не на что. Да, у него есть свой барабан, ему не на что просто его поставить, и как бы у него должна быть установка. Конечно, организация уже все почила в бозе. Мы посидели, подумали, подумали, а в это время мы как раз находились в кафе, как бы, и задумчиво завтракали. Вот, и вдруг пришла такая идея, а почему бы нам не воспользоваться мусорными баками, пластиками, как это делают, кстати, люди в Америке играют на улицах как бы на мусорных баках. Так. Вот, мы спросили, а нет ли у вас так вот случайно таких разнокалиберных мусорных баков? Вот. И они оказались. Да, они оказались, и мы еще где-то полтора часа занимались тем, что моделировали из этих мусорных баков при помощи скотча, стульев разных грузиков. Там был спортивный зал, из них мы принесли гантели, и ими подпирали. Скажите, пожалуйста, после этого концерта вас не пригласил в местный церкву выступать в раково-аттракционном? Если бы на тот момент уже был отстроен, я думаю, нас бы наверняка пригласили. Слушайте, скажите, вот очень часто в последнее время, например, выпускают номерной альбом, да, и после этого, значит, идет или акустический альбом, или лайв-альбом. Вы пошли по тому же пути. Это что, это просто больше нечего сказать зрителям, или в этом есть тоже какая-то своя, скажем так, изюминка? Альбом был записан в июне месяце. А прошло уже, соответственно, уже почти год мы будем отмечать. И к тому моменту, когда наш коллектив уже сформировался и устаканились, можно так сказать? Да, можно, конечно. Устаканились аранжировки. Возникла потребность... Я бутылились же, правильно? Возникла потребность записать живой концертный альбом. Потому что то, что на альбоме номерном, и то, как мы себя ведем, и то, что мы представляем из себя на сцене, это немножечко разные вещи. Ну, в принципе, да. И по просьбе, на самом деле, по просьбе наших зрителей и слушателей был выпущен вот этот лайв-альбом. Но сейчас мы уже приступили к подготовке двойного электрического альбома, который будет называться «Возлюбленная Шопе». Эка вы замахнулись. Скажи, пожалуйста, вот у тебя такое творчество, оно очень исповедальное, очень искреннее и честное. Спасибо. Нет, я это абсолютно искренне говорю. Но у меня возникает ощущение, что, понимаешь, когда человек вот так выплескивается, он рано или поздно, понимаешь, вот скребает, скажем так, до стенок своей души, и в конце концов душа спускается. Вот не боишься, что вот рано или поздно, скажем так, не хватит сил. Или вот так откроешься, что людям станет неинтересно, скажешь, ну, мы ее выпили до дна, пойдем дальше искать новые жертвы, новые сосуды. Ну, так и ради бога, в общем-то, ответил нам свой же собственный вопрос. Дело в том, что я не боюсь, нет, ой, все время затеваю микрофон, ни опустошенности, ни того, что люди присытятся. Ну, то есть, значит, вот было отведено какое-то время, я смогла что-то людям дать, ну и хорэ, и хватит. Нельзя жить. Это по-честному. Ну да, все, дай место другим. Показал на меня. Да, 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 да. А места надо много. Места много надо, но ничего страшного. А я знаю, что концерт у вас завтра будет, расскажите о нем немножко. Не буду ничего рассказывать. Нет, да? Это жалко. Почему? Почему? Вот терпеть не могу, вот терпеть не могу анонсировать концерт. Ах, расскажите, что у вас там будет, ах, выдайте свои тайны. Не буду приоткрыть. Да вот не буду. Да есть, правильно. Приходите и посмотрите. Единственное, единственное, могу сказать, там будет наш состав, и без того, немаленький, еще расширен, еще больше расширен. Чувствую, что гонорара все меньше и меньше. Нет, это никак не сказывается на гонорарах моих музыкантов. Да. Этим я горжусь. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо. Успех, тебе счастье, и дай бог, что твой новый двойной альбом, естественно, был таким же любимым, как и первый. Спасибо. У нас гостей была Светлана Сверганова и Валерия Скай. Спасибо.